На Псалом 41 Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Божия. Недавно, когда я беседовал о Милхиседеке, вы удивлялись продолжительностью моей речи, а я удивлялся вашему усердию к слушанию и благоразумию, по которому вы, несмотря на продолжительность речи, до конца следовали за мною, хотя речь моя не только была длинна, но и содержала в себе много трудного. Между тем не обширность, не трудность ее не ослабили ваши усердия. Теперь же я постараюсь вознаградить вас за тот труд, предложив вам беседу более ясную. Не нужно держать всегда в напряжении душу слушателей, потому что она скоро изнемогает. Не нужно давать ей всегда послабление и покой, потому что от этого она становится недеятельною. Нужно разнообразить поучения и касаться предметов, то более общепонятных, то более трудных. Тогда я говорил, что пастухи при нападении волков на стадо оставляют свирель и берутся за прощу. А теперь, когда прошли праздники иудеи, у которых хуже всяких волков, мы оставим прощу и возьмемся опять за свирель. Перестанем говорить о предметах трудных и обратимся к другим более ясным. Возьмем псалфит Давидову и займемся тем припевом, который все мы пели сегодня. Какой же этот припев? Как лань желает к потокам воды живой, так желает душа моя к тебе, Боже. Но наперед нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь и почему самые пророчества преимущественно произносятся с пением. Для чего употребляется пение? Послушай. Бог. Бог. Видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и желая сделать этот труд вожделенным и уничтожить чувство утомления, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, услаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили ему священные песнопения. В самом деле ничто, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, и не отрешает ее от земли, не избавляет от уст тела, не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь. Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами и имеет к ним склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках и ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни и тем погружают в сон глаза их. Часто и путешественники в жаркий полдень, погоняя вьючных животных, продолжают путь с пением и этими песнями облегчают тягость путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы. Выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто так же поют и мореплаватели, работая веслами, делают тоже. Даже и женщины, когда придут и спутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каждая порознь, а иногда все вместе поют какую-нибудь песню. Все же и женщины, и путешественники, и земледельцы, и мореплаватели делают это для того, чтобы пением облегчить трудность работы, так как душа при звукостроенной песне легче может переносить скуку и труд. Поэтому, так как душа наша имеет склонность к этому роду наслаждения, то дабы злые духи в видением развратных песен не испортили всего, Бог для ограждения от них установил псалмы, от которых бывает и удовольствие, и вместе польза. От мирских песен может произойти вред, погибель и много других зол, потому что все то, что есть в них дурного и безнравственного, проникая в душу, расслабляет ее и развращает. Напротив, духовные песни доставляют великую пользу, великое назидание, великое освящение и служат руководством ко всякому любомудрю, потому что и слова их очищают душу, и дух святый скоро не сходит в душу, поющую эти песни, а что действительно поющие их с разумением призывают на себя благодать духа, о том послушай, как говорит Павел, не упивайтесь вином, от которого бывает блуд, но исполняйтесь духом. Далее указывает и способ исполнения духом, воспевая, говорит, поя и воспевая в сердцах ваших Богу. Ефесянам 5.18.19. Что значит в сердцах ваших? Значит с разумением, не так, чтобы уста произносили слова, а душа блуждала где-то по внешним предметам, но чтобы душа внимала тому, что произносит язык. Как туда, где грязь, бегут свиньи, а где цветы и благухания, там пребывают пчелы, так и туда, где развратные песни, собираются бесы, а где песни духовные, туда нисходит благодать духа, освящает уста и душу. Говорю, это не для того, чтобы вы только хвалили меня, но чтобы вы и детей, и жен учили петь такие песни, не только при занятии пряжей и при других работах, но особенно за трапезою. Так как дьявол строит козни большую часть всего время пирши, при помощи упоения, пресыщения, непристойного смеха и душевного расслабления, то особенно тогда и пред трапезою, и после трапезы нужно защищать себя от него, оградуя псалмол, и вставшие из-за стола, вместе с женой и детьми воспевать Богу священные песни. Если Павел, имея на себе нестерпимые раны, нося на ногах колоду и находясь в темнице в полность, когда все покоятся, особенно сладким сном, вместе с силою, воспевал славословие Богу, и ни места, ни время, ни заботы, ни склонность ко сну, ни утомление от таких трудов, и ничто другое не принудило его прекратить честнопение, то тем более мы, наслаждаясь благоденствами дарами Божьими, должны возносить Богу благодарственные песни, чтобы если от упоения и пресыщения войдет в нашу душу что-нибудь нечистое, псалмопением прогнать все нечистые и порочные пожелания. И как многие из богатых, намочив губку бальзамом, вытирают ею столы, чтобы если останется от кушанье в какое-нибудь пятно, стереть его и сделать стол чистым, так точно будем поступать и мы, вместо бальзама наполняя уста духовной мелодией, чтобы если от пресыщения произойдет в душе какая-нибудь нечистота, смыть ее этой мелодией и встал все вместе будем восклицать. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Салом 91.5 К псалмопению пусть присоединится и молитва, чтобы вместе с душою нам осветить и самый дом, подобно тому, как те, которые приводят на пиршество шутов, плясунов и непотребных женщин, призывают туда бесов и дьявола и наполняют свои домы множеством бесчин, потому что отсюда происходят ссоры, блуд, прелюбодеяние и множество зов, так те, которые призывают к себе Давида с псалтирью, через него призывают к себе Христа. А где Христос, туда ни один бес никогда не осмелится не только войти, но и заглянуть напротив мир, любовь и все блага польются туда, как из источников. Те обращают в дом свое зрелище, а ты сделай свое жилище церковью. Подлинно, где псалом, молитва, ликование пророков и боголюбезное настроение духопоющих, там собрание безошибочно можно назвать церковью. Даже хотя бы ты не разумел силы слов, приучай, по крайней мере, уста произносить их, и язык освящается этими словами, когда они произносятся с усердием. Если мы приобретем себе такой навык, то уже ни по воле, ни по ленности никогда не оставим этого прекрасного занятия, потому что навык будет побуждать нас даже помимо воли каждый день совершать это прекрасное служение. При таком песнопении, будет ли кто стар или молод, или с грубым голосом, или совершенно незнаком с стройностью пения, в том не будет никакой вины. Здесь требуется целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая. Если с этими качествами ты вступишь в святый хор Божий, то можешь стать наряду с самим Давидом. Здесь не нужно ни псалкири, ни натянутых струн, ни смычка, ни искусства и никаких орудий. Но если захочешь, можешь сделать самого себя псалкирью, умертвив члены плотские и настроив свое тело согласно с душою. «Когда плоть не будет, похо сосью». Галатам 5.17. «Ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти». Не будет повиноваться его велениям и приводить их в исполнение на этом прекрасном и дивном пути. Тогда ты составишь духовную мелодию. Здесь не требуется искусство, приобретаемое долговременным упражнением, а нужна только твердая решимость. И мы в самое короткое время приобретем опытность. Для этого не требуется ни особенное место, ни особенное время, но на всяком месте и во всякое время можно петь мысленно. Ходишь ли на торжеще, находишься ли в путешествии, сидишь ли в обществе друзей. Везде можно возбудить душу, можно взывать и молча. Так взывал Моисей, и Бог услышал. Ремесленник ли ты? Сидя в мастерской и занимаясь работой. Ты можешь петь. Воин ли ты? Или заседаешь в суде? Можешь делать то же самое. 154. Можно петь и без голоса, когда душа внутри издает звуки, потому что мы поем не для людей, но для Бога, который может слышать сердца и проникать в сокровенную глубину нашей души. Об этом свидетельствует и Павел, когда говорит. Дух, когда действует о нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Так, Римлянам 8, 26, 27. Так он говорит не в том смысле, будто Дух воздыхает, но в том, что духовные мужи, обладающие дарованиями Духа, молясь о ближних и вознося прошение, делают это с сокрушением сердца и с воздыханиями. То же будем делать и мы, и каждый день станем обращаться к Богу псалмопением и молитвами. Впрочем, чтобы нам ни слова, ни слова только произносить, но разуметь самую силу слов, изъясним начало псалма. Какое же это начало? Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Таково свойство любящих – не скрывать любви в молчании, но обнаружить ее пред ближними и говорить, что они любят. Любовь по свойству своему пламена, и душа не может терпеть, чтобы хранить ее в молчании. Вот почему и Павел, воодушевленный любовью, говорил Коринфянам. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. 2 Коринфянам 6.11. То есть я не могу скрывать и держать в молчании любовь, но всегда и везде, и в душе, и на языке ношу вас. Так и блаженный пророк, питая любовь к Богу и пламенея этой любовью, не мог молчать. Он иногда говорил, Псалом 42.1.2. 62.1.2. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Так сказал другой переводчик. Не имея сил изобразить любовь словом, он везде ищет сравнения, чтобы хотя таким образом показать нам свою любовь и сделать нас участниками любви. «Послушаем же его и научимся любить так же». Пусть никто не говорит мне, как я могу любить Бога, которого не вижу. И многих мы любим, не видя их. Как, например, отсутствующих друзей, детей, родителей, родственников и домашних. И то, что мы не видим их, нисколько не служит препятствием. Но это самое особенное воспламеняет любовь, усиливает привязанность. Потому и Павел, говоря о Моисее, что он оставил сокровища, богатство, царскую славу и все прочие почести египетские, решился лучше страдать с иудеями. И затем, показывая нам причину эту в том, что все это он делал для Бога, присовокупляет. «Терпел ради невидимого» – евреям 11, 27. «Ты не видишь Бога, но видишь создание Его, видишь дела Его, небо, землю, море. А кто любит, тот, увидев произведение любимого, или овуф, или одежду, или что-нибудь другое, воспламеняется любовью. Ты не видишь Бога, но видишь Его служителей и друзей, то есть мужей святых и имеющих пред Ним дерзновение. Послужи же теперь им, и будешь иметь немалое утешение для своей любви. И между людьми мы обыкновенно любим не только друзей своих, но и тех, кого они любят. Если кто из любимых нами скажет, я люблю такого-то, и всякое благодеяние, оказанное ему, я считаю, оказанным мне самому, то мы делаем все и стараемся всячески угодить этому человеку, как будто видим в нем самого любимого. Что же можно делать теперь и в отношении ко Христу? Он сказал, я люблю бедных, и если они получат какое-нибудь благодеяние, я вас дам за то, как бы сам получил его. Будем же делать все для облегчения их участи, или лучше истощим на них все свое имущество, веруя, что в лице их мы питаем Бога. А что действительно, питая их, мы питаем самого Бога, об этом послушай, что говорит Христос. Вы видели меня алчущим и напитали, жаждущим и напоили меня на гимн и одели. Матфея 25, 35, 36. И много доставляет он нам случаев к удовлетворению нашей любви. Любовь обыкновенно возбуждают в нас следующие три предмета. Или телесная красота, или великое благодеяние, или любовь к нам другого. Каждый из этих предметов сам по себе может воспламенить в нас любовь. Хотя бы мы от какого-нибудь человека не получали никакого благодеяния. Но если слышим, что он постоянно любит нас, хвалит нас и удивляется нам, то и сами тотчас привязываемся к нему душою и любим его как благодетеля. А в Боге не одно только это. Но и все три совершенства можно видеть в такой высокой степени, что невозможно выразить их словом. И во-первых, красота этого блаженного и нетленного существа неизъяснима, ни с чем не сравненно, превосходнее всякого слова и выше всякого разумения. Впрочем, возлюбленный, когда ты слышишь о красоте, то не предполагай ничего телесного, но разумей некоторую славу, бестелесную и великолепие невыразимое. Изображая эту славу, пророк говорит, вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Исаия 6, 2, 3. От изумления, от удивления этой красоте, этой славе. И Давид, представляя эту самую красоту и восхищаясь славою этого блаженного существа, говорит, в его руке глубины земли и вершины его гор, его же, его море, и он создал его, и сушу образовали руки его. От изумления, от удивления этой красоте и славе. Потому и Моисей часто выражал желание видеть его, что был уязвлен любовью к нему и любил эту славу. Потому и Филипп говорит, покажи нам отца и довольно для нас. Иоанна 14, 8. Впрочем, сколько бы мы ни говорили, мы не можем представить ни малейшего, ни даже самого слабого подобия божественной красоты. Но ты желаешь, чтобы мы исчислили его благодеяния, и их невозможно изобразить словом. Поэтому Павел говорит, благодарение Богу за неизреченный дар его. Удивляясь ей, Иоанн говорил, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16. Если же ты хочешь слышать собственные слова Его и узнать Его любовь, то послушай, что говорил Он в связи с пророка. Исайи 49, 15. И как салмопевец говорит, «Как лань желает потоком воды живой, так желает душа моя к тебе, Боже». Так и Христос говорил, «Сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов собирает под крылья, и вы не захотели». Матфея 23, 37. И еще говорит Бог. И еще говорит пророк. «Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его». И как пророк ищет подобие для выражения своей любви, так и Бог употребляет некоторые подобия, чтобы выразить нам любовь, какую Он показывает в устроении нашего спасения. Пророк приводит в пример жаждущую ланью и ссохшую землю. А Бог любовь к своим тенцам, попечительность отцов, высоту неба от земли. И сердоболие матерей. Не потому, чтобы Он любил нас только так, как мать и дитя, но потому, что кроме этих образцов, подобий и примеров, у нас нет других сильнейших выражений любви. А что Он любит нас не только так, как нежная мать детей, а гораздо больше выслушает слова Его. «Если и забудет мать дитя свое, то я не забуду тебя». Этими словами Он выразил, что любовь Его к нам пламени и всякой другой любви. Представь же себе все это вместе, и ты возбудишь в себе горячую любовь, возжешь светлый пламень. Ведь и любовь к людям обыкновенно ничем так не воспламеняется в нас, как воспоминанием о благодеяниях, какие мы получили от них. Так будем поступать и в отношении к Богу. Представим себе, сколько Он сделал для нас. Самое небо, землю, море, воздух, земные растения, различные цветы, животных, пресмыкающихся, обитающих в море, в воздухе, звезды небесные, солнце, луну, вообще все видимое. Молнии, порядок времен, преемства дня и ночи и перемены времен года. Он вдохнул в нас душу, одарил нас разумом, почтил величайшей властью, посылал ангелов, посылал пророков, наконец, сына своего единородного. И затем он продолжает призывать тебя ко спасению, и сам, и через единородного сына. И Павел не перестает убеждать и говорить. Как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5.20 Умоляем во Христе, не ограничился Бог этим, но, взяв начаток от Твоего естества, посадил его превыше всякого начальства, власти и силы, всякого имени, именуемого не только в веки 7, но и в будущем. И Павел 1.21 Поистине, теперь благовременно сказать, кто возвестит нам могущество Господне, кто возвестит все хвалы Его. Павел 1.15.2 И еще, что воздам Господу за все благодеяния Его, какие Он соделал мне. Действительно, что может сравниться с такой честью, когда начаток нашего рода, который столько оскорблял Бога и столько был унижен, сидит на такой высоте и обладает такой честью. И не только общее благодеяние исчисляя в уме своем, но и те, которые касаются собственно тебя. Например, как ты некогда подвергся клевете, избавился от обвинения, как некогда в бурную и темную ночь ты попал в руки разбойников и избежал их умыслов, как ты некогда был вознагражден после понесенного тобой убытка, как подвергся тяжкой болезни и получил облегчение. Исчисляй все благодеяния Божие, оказанные тебе в течение всей твоей жизни. И, конечно, ты найдешь их много, не только в целой жизни, но и в одном дне. И если бы Бог захотел представить нам все благодеяния, которые мы, не сознавая, не разумея, получаем от Него каждый день, то мы не могли бы и перечислить их. Сколько бесов носятся в этом воздухе? Сколько противных нам сил? Если бы только Бог позволил им показать нам свои страшные, отвратительные лица, то не пришли ли бы мы в ужас, не погибли бы, не уничтожились ли бы, размышляя о всем этом, равно и о грехах своих, которые мы совершаем сознательно или по неведению, и то ведь немалое благодеяние, что Бог не каждый день наказывает нас за наше согрешение, то можем питать в себе любовь к Богу. В самом деле, когда ты подумаешь, сколько каждый день ты грешишь, сколько каждый день получаешь благодеяний, каким пользуешься долготерпением, какой снисходительностью, когда подумаешь, что если бы Бог каждый день наказывал, ты не прожил бы и краткого времени, по словам пророка. Если бы ты будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, то кто устоит? То воздашь ему благодарность и не будешь роптать ни за что случающееся с тобой. Напротив, увидишь, что если бы ты потерпел бесчисленное множество зол, и тогда еще не понес бы достойного наказания. При таком расположении духа ты воспламенишь в себе великую любовь и будешь в состоянии говорить вместе с пророком, как лань желает к потокам воды. Так желает душа моя к тебе, Боже. Здесь уместно обратить внимание на то, почему пророк привел в пример это именно животное. Лань сильно чувствует жажду и потому часто прибегает к водным источникам. А это чувство жажды происходит вне от природы, и от того, что она пожирает змеи и питается их мясом. Так же поступает ты, поглощай умственного змея и умерщвляй грех, и ты возжаждешь любовью к Богу. Как порочная совесть делает нас нечистыми и ввергает в отчаяние, так тогда, когда мы умертвим свои грехи, очистим себя от пороков, мы будем в состоянии прозреть для духовной жажды, с великим усердием призывать Бога, воспоминить в себе сильнейшую любовь, и не словами только, но и самыми делами воспевать этот припев. Не для того воспел нам псалмы блаженный муж, или лучше, благодать Духа, чтобы мы произносили одни только слова, но чтобы осуществляли их самыми делами. Поэтому не думай, будто ты входишь сюда для того, чтобы только произносить слова. Нет! Когда ты подпеваешь этот припев, то почитай его договором между Богом и тобою. Когда ты произнес, как желает лань потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже, ты заключил с Богом договор, написал обязательства без бумаги и чернил, громогласно исповедал, что ты любишь его больше всего, что ты не предпочитаешь ему ничего и горишь к нему любовью. Итак, если ты по выходе отсюда увидишь какую-нибудь красивую и бесстыдную женщину, которая станет соблажнять тебя и привлекать к своей любви, то скажи ей, я не могу следовать за тобой, я заключил договор с Богом в присутствии братьев, священников, учителей, я исповедал и обещал через этот припев любить его так. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже, страшусь нарушить договор и к нему одному питаю любовь. Если на торжеще ты увидишь серебро или золотые одежды или людей, гордо выступающих в сопровождении слуг на зотосбруйных конях, то не обольщайся этим блеском, но опять припевай в самом себе и скажи душе своей. Недавно мы пели. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Я приложил это изречение к себе и сделал его своим. Так не будем любить эти житейские блага, чтобы любовь к Богу оставалась у нас чистой и не ослабевала от разделения. Это богатство может доставить нам всякое другое богатство, всякое сокровище, всякую почесть, всякую славу, всякую знаменитость. Будем же хоронить его, и мы не станем нуждаться ни в чем другом. Если иные, предавшись постыдной любви и воспламенившись страстью какой-нибудь красивой девицы, часто, несмотря на угрозы родителей, на упроки и на упреки друзей и на смешки посторонних людей не оставляют ее, но из привязанности к ней пренебрегают и своим домом, и отцовским наследством, и славой, и добрым именем, и увещанием друзей, считая великим для себя вознаграждением за все это, когда бывает угодной своей любимице, хотя бы она была незнатна, бесчестна, и какая бы ни была, то любящие Бога, как должно, могут ли когда-нибудь быть чувствительными к человеческим радостям или горестям? Нет. Преданные этой любви даже не станут смотреть на блеск настоящей жизни, но будут смеяться над всяким благодельствием, презирать и всякое бедствие, привязавшись любовью к Богу, не видя ничего другого, кроме его одного, представляя его везде и считая себя блаженнее всех, хотя бы они были в бедности, хотя бы в бесчестии, хотя бы в узах, хотя бы в скорбях, хотя бы в крайних бедствиях, они будут считать себя счастливее самих царей, находя некоторое дивное услождение среди всех своих страданий в том, что они терпят их для своего возлюбленного. 160. Вот почему и Павел, находясь среди ежедневных смертных опасностей в темницах, в кораблекрушениях, в пустынях, подвергаясь бичеваниям и другим бесчисленным наказаниям, радовался и веселился, ликовал и хвалился, и говорил, и не только надежды и славы Божьи, но и скорбями хвалимся, риминам 5.3. И опять радуюсь в страданиях моих, чтобы восполнить недостаток скорбей во плоти моей христовых Колоссиным 1.24. И притом называл это благодарным даром, благодатным, исповедуя и выражаясь так. Нам даровано от Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Постараемся и мы иметь такое же расположение Духа, и будем с радостью переносить все постигающие нас бедствия. А мы будем в состоянии переносить их, если возлюбим Бога, как любил Пророк. Любовь Его можно видеть не только из этого примера, но и из дальнейших слов. Он говорит, «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божию». Не сказал «полюбила душа моя Бога живого» или «возлюбила душа моя Бога живого», но чтобы выразить свое расположение, назвал любовь жаждаю, показывая нам два качества своей любви и пламенностью, и постоянностью. Как жаждущие чувствуют жажду не один день, не два, не три дня, но во всю свою жизнь. Потому что природа побуждает их к тому. Так точно этот блаженный муж и все святые. Не один только день были в чувстве сокрушения, как многие из людей, и не два или три дня. Такое сокрушение нисколько неудивительно, а постоянно и каждый день продолжали благоговейно любить и усиливали свое любовство, выражая это и говоря, «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». И здесь он хочет и объяснить причину своей любви и тебе показать, как должно любить Бога. Это он показал в следующих словах. «Как жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Он как бы так взывает и убеждает всех, привязанных к вещам житейским. Для чего вы безумно обольщаетесь с телами? Для чего жаждете славы? Для чего гоняетесь за удовольствиями? Ничто из всего этого не остается всегда и не живет постоянно, но все уходит и проходит. Все ничтожнее тени, обманчивые сновидения, увядает скорее весенних цветов. Одно оставляет нас вместе с настоящей жизнью, а другое погибает еще раньше. Обладание этими вещами ненадежно, наслаждение непрочное, превращение быстрое. Но в Боге нет ничего подобного. Он живет и пребывает вечно, не подвергаясь никакому ни изменению, ни превращению. Поэтому оставив временное и скоротечное, возлюбим вечного и пресносущего. Кто любит его, тот не постудится никогда, не потеряет и не лишится любимого. Кто любит богатство, тот при выступлении смерти или еще прежде смерти лишается предмета своей любви. То же бывает и с тем, кто любит временную славу. А красота телесная часто проходит гораздо скорее, нежели названные нами предметы. Вообще, все житейское катка временно и скоротечно. И лишь только начнется и появится, тотчас исчезает. Но любовь к предметам духовным совсем не такова. Она живет и цветет постоянно, не зная старости, недоступна ветхость, не подвержена никакой перемене и превращению, и не страшится безвестности будущего. Кто стяжал ее, тем она и здесь приносит пользу и ограждает их со всех сторон. И по отшествии отсюда не оставляет их, но вместе с ними переходит туда и сопутствует им, и явит их светлейшими самых звезд в тот будущий день. Это знал блаженный Давид и потому любил Бога непрестанно и своей любви не мог скрывать внутри себя. Но всяким образом старался перед слушающими обнаружить тот огонь, который пылал внутри его. Сказав, «Жаждет душа моя к Богу, крепкому живому, он присоокупляет». «Когда приду и явлюсь пред лице Божие». Смотри, как он пламенеет, смотри, как горит. Зная, что по отшествии отсюда узрит Бога, он тяготится замедлением. Не терпит отсрочки, но обнаруживает нам здесь апостольское расположение духа. Так апостол воздыхал о замедлении отшествия отсюда. То же самое чувствовал псалмопевис и потому говорил, «Когда приду и явлюсь пред лицо Божие». И если бы он был человеком простым и незнатным, жившим в уничижении бедности и презирал настоящую жизнь, то это было бы хотя великим делом, но не столь великим, как теперь, когда царь, наслаждающийся всеми удовольствиями, достигший столь великой славы, одержавший тысячи побед, победивший множество врагов, пользующиеся славой и знаменитостью, повсюду и смеется над всеми этими благами, над богатством, славой и всеми удовольствиями, пламена стремится к благам будущим. Это свойственно духу возвышенному, это знак души любомудрой и окрыленной небесной любовью. 162. Будем же и мы подражать ему и не станем удивляться благам настоящим, чтобы удивляться будущим, или лучше станем удивляться будущим, чтобы не удивляться настоящим. И если мы будем непрестанно помышлять о тех благах и представлять себе царство небесное, бессмертие, жизнь бесконечную, ликование с ангелами, пребывание со Христом, славу неприходящую, жизнь чужду и всякой скорби, если будем помнить, что и слезы, и поношения, и злословие, и смерть, и печали, и труды, и старость, и болезни, и немощи, и бедность, и клеветы, и вдовство, и грех, и осуждение, и наказание, и мучение, и вообще все, что только есть в настоящей жизни, печального и неприятного, не имеет места в той жизни, а напротив того, там пребывает мир, кротость, благость, любовь, радость, слава, честь, свет и прочие блага, которых описать словом невозможно, то ничто настоящее не простит нас, но и мы будем в состоянии говорить подобно пророку, когда приду и явлюсь пред лицо Божие, и при таком расположении духа мы не впадем ни в гордость от житейского счастья, ни в уныние от несчастья, ни в зависть, ни в тщеславие, ничто другое подобное не владеет нами, и так будем приходить сюда не напрасно, и петь припевы не без внимания, но брать их себе вместо жезлов, и таким образом выходить отсюда. Каждый из этих стихов может внушить нам великое любомудрие, научить правой вере и принести величайшую пользу для души, если мы будем тщательно исследовать в них каждое слово, то приобретем великие блага. Поэтому не следует здесь ссылаться ни на бедность, ни на недосуг, ни на мешкотность. Хотя бы ты был беден и по бедности не имел Библии, или имея Библию, не имел свободного времени, помни только припевы из псалмов, которые поешь здесь не однажды, не дважды или трижды, но многократно, и ты, по выходе отсюда, получишь великое утешение. В самом деле, смотри, какое сокровище открыл нам настоящий припев. Пусть никто не говорит мне и того, что до истолкования он не знал силы его, и до истолкования этот припев удобно понятен для всякого слушающего и сколько-нибудь желающего понять. Если только ты приучишь себя говорить, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие, то и до истолкования можешь исполнить со всякого любомудрия. И не этот только, но и каждый припев может доставить нам такое же богатство. Если, например, ты скажешь, «Блажен муж, боящийся Господа», и постараешься понять, что ты говоришь, то будешь соревновать ни богатому, ни начальствующему, ни красивому, ни сильному, ни дома великолепные имеющему, ни властью облеченному, ни пищу царских чертогов кушающему и ни другому кому, а тому, кто живет в благочестии, в любомудрии, в страхе Божьем, и будешь соревновать ему не только ради будущего его состояния, но и настоящего. Подлинно такой человек и здесь, в могуществе неких людей. Когда приключается болезнь, то и облегченный парфирой не получает никакого облегчения болезни, ни от телохранителей, ни от всего великолепия, но тогда, как и домашние, родные, и все окружают его, и на нем и под ним лежат золотые одежды, сам он лежит и горит, как бы в пламени. А живущий, благочестивый и боящийся Бога, хотя бы не было при нем ни отца, ни слуги, и никого другого, только обратит взоры свои к небу не многократно, но дважды или трижды, и угасит всякий пламень. Тоже можно видеть и во время несчастья и всех неожиданных обстоятельств. Люди богатые и знаменитые приходят в смущение, а живущие в благочестии и любомудрии переносят все бестрепетно. Но еще прежде всего этого, хотя бы и не случилось никакого бедствия, совесть человека богобоязненного наслаждается удовольствием более высоким и чистым, нежели душа богатого. Этот и среди внешних наслаждений чувствует себя тяжелее всех томимых голодом, припоминая себе свои беззакония и проводя жизнь с нечистой совестью. А тот, не имея даже необходимой пищи, бывает благодушнее, изобилующих всякими удовольствиями, питаясь благими надеждами и каждый день ожидая себе воздаяния за свои добрые дела. Впрочем, чтобы обширностью беседы не утомить вас, я предоставляю усерднейшим разбирать каждый припев и исследовать заключающийся в нем смысл. Я оканчиваю здесь свою речь, предлагая любви вашей такой совет. Приходите сюда не напрасно, а принимайте и храните эти заповеди как драгоценности. Непрестанно размышляйте о них дома и пересказывайте все это друзьям и женам своим. Постигнет ли у вас какое-нибудь страдание или возбудится похоть, или гнев, или другая какая безумная страсть, припевайте их непрестанно, дабы нам и в настоящей жизни наслаждаться великим миром и в будущей жизни исподобиться вечных благ, благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.